Ребят, всем привет, с вами как всегда Джамбу Макс и в этом видео я расскажу как улучшить свой геймпад, а также как повысить контроль над прицелом в шутерах. Ну а если быть конкретнее, то сегодня в видосе мы поговорим о насадках Control Freak. Видос будет очень интересен тем, кто рубит в мультиплеер, а также не знает, что это вообще такое и для чего это нужно. В этом видосе все расскажу, поделюсь своими впечатлениями, а также объявляю розыгрыш на три пары насадок Control Freak. Чтобы участвовать в этом розыгрыше, вам нужно поставить лайк, подписаться на канал, оставить комментарий «хочу» насадки и отправить скрин на проделанной работе в нашу группу ВКонтакте под постом, где будет этот видос. И ровно через 10 дней я случайным образом выберу трех счастливчиков, которые смогут выбрать абсолютно любой набор насадок Control Freak на сайте X-Site и получить их и в принципе опробовать, насколько они офигенные. Поэтому тем, кто играет в мультиплеер и знает, что такое Control Freak, я советую поучаствовать. Начнем с того, что данные насадки мне предоставила компания X-Site, она уже не первый раз мне высылает всякие приколюхи для геймпада Xbox One и за это им огромное спасибо. Если что, ссылочку на их магазин я оставлю в описании, вы в нем найдете не только насадки, но еще и всякие крутые штуки для геймпада по типу иллюминатора. Я, кстати, до сих пор активно им пользуюсь. Кстати, еще кое-что. В течение 10 дней по моему промокоду Jumbo на их сайте вы сможете приобрести насадки с 15% скидкой. Признаться, к насадкам я всегда относился подозрительно, я не понимал в чем их сок, я понимал зачем они, для чего, но как-то особо не горел желанием использовать их. Даже после того, как мне их привезли, я сыграл пару каток, я не понял за что их валят. Но! После, наверное, двух недель активной игры я понял, насколько это удобно, комфортно и уже переходить обратно к стандартным стикам, признаться, уже нелегко. В это действительно очень сложно поверить, поскольку я сам лично был убежден, что на геймпаде Xbox One стики, ну, просто идеальные. Мне нравится в них как и форма, так и материал, и мне было очень сложно представить, какие нужно стики сделать, чтобы они были лучше этих. Так вот, на мой взгляд, Control Freaky намного круче. В принципе, ребята, которые активно играют в мультиплеер и знают, что такое Control Freaky, они не дадут мне соврать. Мне ребята с компанией Excite подарили аж 4 пары стиков, и давайте я о них расскажу. Итак, я пользовался стиками, которые называются Omni, Rush в стиле Overwatch и по тематику Modern Warfare. Все они, признаться, очень качественные и, самое главное, очень приятные на ощупь. Их покрытие дает очень хорошую цепкость, а также комфорт, поскольку они слегка мягкие. Самое главное отличие этих насадок, помимо цвета и рисунка, заключается в их форме, в текстуре и, самое главное, наверное, в длине. Если что, есть короткие, средние, длинные и комбинированные насадки, которые в наборе совмещают в себе и короткие, и длинные. Вот эти насадки, которые называются Omni, они относятся к коротким, и сначала они мне понравились не так сильно, поскольку в начале я не привык к их размеру. Если что, насадки больше, чем оригинальные стики, и в начале вам может показаться это неудобно. Поэтому, в принципе, я о комни сначала отнесся с подозрением, но сейчас я понимаю, насколько они офигенно удобные, и последние стримы я играл именно на них. И скажу я вам, контроль над прицелом у меня реально поднялся. Раши мне понравились больше из-за своей формы. Если присмотреться, они с бортиком, в который упирается палец, и делают их чуть удобнее, пожалуй, материал. На мой взгляд, среди тех насадок, которые я пробовал, у этих насадок самая приятная текстура и материал. Это сложно передать словами, поэтому я вам просто посоветую пощупать и убедиться. И да, если что, они относятся к средним насадкам. И еще немножко о их форме. Они сделаны таким образом, что пальцы у вас будто крепятся к насадкам, или лежат в каких-то специальных чехлах для пальца. Ну, я просто по-другому не могу это описать. Насадки Modern Warfare это уже высокие насадки, которые имеют простую вдавленную форму. Они, кстати, тоже очень хорошие и отлично подходят для игр, где очень большая чувствительность, особенно для колды. Многие спросят, а в чем вообще прикол длинных насадок, зачем они нужны? Ответ на самом деле прост. Они нужны для большего контроля на повышенной чувствительности. То есть, чем выше у вас стик, тем больше можете выкручивать чувствительность. Контроль над прицелом сохранять намного проще за счет большого рычага наклона. И еще один довольно интересный вариант есть в стиле Overwatch. Мне хоть Overwatch не особо прикалывает, но прикол самих насадок заключается в том, что они выпуклые, и в наборе идет сразу и короткое, и длинное. Также хочу отмечить, что несмотря на то, что насадки выпуклые, они все равно удобные. Кстати, мега удобность выпуклой формы я почувствовал именно при контроле над стиком, который отвечает за бег. Толкать такие стики, ну, просто одно удовольствие. Лично я, когда одел насадки, в колде выкрутил, наверное, где-то с 10-ой чувствительности на 17-ую. Сначала это было непривычно, как-то быстро я не мог долго привыкнуть, но потом я понял, насколько быстро я могу реагировать и крутиться. Просто без насадок играть на высокой чувствительности довольно тяжело, и как раз-таки за счет них вы упрощаете процесс, поскольку повышаете угол наклона. Сразу скажу, что к насадкам придется привыкать и регулировать чувствительность. Лично я отрегулировал таким образом, чтобы с насадками я чувствовал тот же темп, что и без них, но с более высокой чувствительностью. Кстати, если вы не знали, то большинство тех, кто сидят и играет на результат в онлайне, пользуются такими вот насадками. У меня всегда была позиция, что можно играть и на обычных стиках, без насадок, и в принципе это действительно так, я до сих пор так считаю. Но, если вы все-таки хотите повышать чувствительность и намного быстрее разворачиваться, на мой взгляд, без этих насадок будет тяжко. Ибо повысить чувствительность, не подняв при этом стик, нужно осуществлять ну просто нереально жесткий контроль, который, кстати, подвластен далеко не каждому. С насадками намного все проще и самое главное комфортнее. Скилл от насадок остается, наверное, на прежнем уровне, ибо если вы не умели играть, то со стиками вы вряд ли начнете вытворять чудеса. Это знаете, как многие думают, что купив элит-контроллер, они будут элитными игроками. Нет, это далеко не так, и выигрыш или прогресс все равно зависит от вашего умения, от вашей тактики, коннекта и так далее. Насадки в этом случае лишь придают удобство и дают вам возможность посадить высшую сенсу, что немаловажно, особенно при разворотах или же в ситуациях, когда у вас враги и слева и справа. Также хочу отметить, что лично я насадки рассматриваю только в мультиплеере шутеров. В одиночных играх, в гонках и так далее они, мне кажется, пригодятся лишь для большего комфорта, но какого-то мега смысла особо не сыграют. Также я понял, что насадки нужны далеко не для всех шутеров, поскольку в той же гире пятой мне хватает обычного стика. Так как выкрутив чувствительность на максимум в этой игре, ее все равно легко контролить. Но лично в колде мне уже сложно представить, как играть без стиков. Можно, но это уже не так комфортно. Что касаемо китайских аналогов, подделок, реплик, то вряд ли вы найдете что-то похожее по качеству. Да, вы можете заказать себе какие-нибудь там паленые насадки за рублей 150, или вообще реплику контролфриков, решив проблему с поднятием стика. Но такого комфорта, как от контролфриков, вы вряд ли где-то получите. За это, в принципе, большинство случаев их и хвалят. Если вы действительно хотите получить то самое удобство, то все-таки рекомендую брать оригинальные насадки у ребят с компанией Excite. Если не верите мне, то можете глянуть обзор у Vigil, он давний любитель насадок, и он, в принципе, подтвердит мои слова. Да или спросить у любого, кто играет активно в шутеры и юзает такие вот насадки. С этих всех слов обзоров, конечно, очень сложно понять отличия и особенно ощутить их комфорт. Ибо я, повторяюсь, был того же мнения, что и те, кто их никогда не юзал. Но опять же, тут просто надо попробовать. Но поверьте мне, когда вы к ним привыкнете, вы офигеете. Это, знаете, наверное, сравнимо с тем, как перейти с обычного пластика на покрытие софт-тач. Кстати, забавное чувство возникает, когда вы эти насадки снимаете и играете опять на стандартных стиках, то стандартные стики вам кажутся невероятно маленькими и из-за этого неудобными. Опять же, меня в этом случае поймут те, кто пользуется контролфриками. Если делать с этого какой-то вывод, то для тех, кто играет в мультиплеерный результат, для тех, кто хочет повысить сенсу, то контролфрики это действительно крутая вещь. Я прекрасно понимаю, что глядя на вот это, вы, скорее всего, скажете, что это какая-то бесполезная хрень. Я тоже так считал, но когда я попробовал и, самое главное, привык к ним, я такого сказать уже не могу. Но опять же, повторяюсь, на мой взгляд, данные насадки нужны лишь для тех, кто пытается точить в мультиплеере. Единственное, что я еще хотел бы отметить, так это то, что выбор стиков, он довольно-таки индивидуален. Ибо все-таки фактор выбора тех или иных насадок очень большой, можно их и выбрать и по цвету, и по текстуре, и по форме. Но мой вам совет, все-таки опирайтесь больше всего на форму и на длину насадок. Как по мне, это самый главный критерий. Я лично в будущем продолжу их использовать, поскольку играть в ту же Call of Duty на них намного комфортнее и, самое главное, удобнее. На этом, в принципе, все. Вот такой вот видос. Если он вам понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Обязательно пишите свое мнение о контролфриках, а именно о тех или иных насадках. Не забудьте поучаствовать в розыгрыше и большое спасибо вам за просмотр. До новых встреч!